На днях стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации назначила выборы на оккупированных украинских территориях. Это Донецкая, Харьковская, Запорожская, Луганская области. Выборы назначили на 10 сентября. Естественно, этим фактом возмутилась общественность. И даже Европейский Союз высказался в том стиле, что это незаконно, этого быть не может. Тем не менее, Россия, наверное, все-таки надеется, что успеет эти выборы провести. А зачем вообще они нужны, зачем нужно было делать это заявление? Обсудим это с Сергеем Гармашем, журналист-президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Сергей, здравствуйте. Сергей Анатольевич, приветствуем. Доброе утро. Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, зачем России эти псевдовыборы? Ну, здесь все понятно, кстати. Россия собирается, вернее, намеренно легализовать свое присутствие на этих территориях, таким образом закрепить там фактически себя. И одной из целей этого является, скажем, переговорная позиция на переговорах, которых Путин сейчас хочет и которыми Путин, собственно, видит завершение этой войны. Сергей Анатольевич, я прошу прощения, что перебиваю. Просто сразу для уточнения. А легализовать для кого? На международном уровне это не будет приниматься. Легализовать исключительно для себя, так они и так там пытаются творить то, что хотят. Естественно, получают отпор, но тем не менее. На этот процесс идеалистический, я бы сказал. Потому что я вот был тоже участником дипломатического процесса. Я прекрасно понимаю, что, скажем, иностранные государства принимают всегда ту позицию, которую им выгодно понять в данный момент. И мы знаем, что те же страны Прибалтики с 40-х годов, с момента захвата их Советским Союзом, не были признаны, скажем, советской территорией на Западе. Тем не менее, отношения с Советским Союзом выстраивались, ездили президенты друг к другу, скажем, и продолжался политический, дипломатический процесс. То же самое Путин надеется, по крайней мере, что то же самое будет и сейчас. Что победители пишут историю и победители диктуют правила игры в мире. Путин еще не пришел, видимо, к пониманию того, что он может быть и не победителем. И очень много сигналов Запада, вот из Африки, я смотрел ваш предыдущий сюжет, как раз дают ему возможность, скажем, надеяться на то, что если он затянет конфликт, если он истощит ресурсно тот же Запад, да, давайте не забывать, что выборы в США в 2024 году, в других странах западных происходят тоже свои выборные процессы, да, он надеется, что таким образом, скажем, он через западных партнеров заставит нас сесть за стол переговоров. И вот тогда ему понадобятся вот эти аргументы, которые он сейчас себе создает. Это так называемые референдумы, это так называемые выборы, поэтому для него это важно. Это первый момент легализации. А второй момент чисто практический, ведь там до сих пор нет, скажем, местных органов власти. Если вы помните, по Минским соглашениям там не избирались местные, вообще местные органы власти не избирались. Ну, так называемые народные советы и главы республик, да, которые фактически нелегитимные были, даже с точки зрения российского законодательства на тот момент, ведь Россия тогда не признавала их. Сейчас, когда Россия аннексировала эти территории, ей нужны, скажем, в ее понимании законные органы власти там. И сейчас, в сентябре, там ведь будут проходить не только выборы в народные советы, так называемые, да, и глав этих республик, квази-республик. Там будут создаваться и муниципальные органы, да, то есть органы исполнительной власти на местах, которые необходимы России для того, чтобы руководить, управлять этим регионом. Вот мы когда говорим о том, что ЕС осудил намерение провести эти выборы, мы имеем в виду заявление одного из представителей ЕС, это Петер Стана, Еврокомиссия по вопросам внешней политики, главный представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики. Вот Петер Стана сказал, что все причастные к организации этих выборов, в том числе и политическое руководство РФ, будут привлечены к ответственности. Насколько вообще реально привлечь к ответственности тех, кто проводит или организовывает выборы, и есть ли за последние годы такие примеры, когда кого-то привлекали за выборы в Крыму, например, кстати, об этом много говорили? Ну, примеров, когда кого-то привлекали за участие, вернее, за организацию референдумов или выборов в Украине, таких много примеров, и мы можем, скажем, видеть, их часто отчитывается нам, да, о таких процессах. О том, что в мире кого-то привлекли, но в виде санкций, да. Но я не думаю, к сожалению, что сейчас это подействует на кого-то в России, потому что, собственно, те, кто участвует там в выборах, либо у них вообще нет, ну, организовывают выборы, я имею в виду, либо у них вообще нет связи каких-то с тем же Европейским Союзом, да, ну, это если мы говорим о какой-то школьной учительнице, которую заставят сидеть на избирательном участке в конкретной школе в Донецке, да, во время этих выборов. Либо это организаторы на уровне, там, российского ЦИКа, российского руководства военно-политического, да, или политического тот же Путин, но им уже терять нечего, они и так уже военные преступники. Поэтому их, к сожалению, как раз вот этим не испугаешь. Того же Пушилина тоже не испугаешь. Все они уже давно находятся под санкциями, скажем так. Все уже заслужили на большую ответственность, как военные преступники, чем просто, скажем, организация этих выборов. Поэтому заявление представителя Европейского Союза, оно важно, оно симптоматично, скажем так. То есть оно показывает отношение Европейского Союза к процессам, которые организовываются сейчас. Но, по сути, оно будет мало, к сожалению, влиять на то, что проведут эти выборы или не проведут. Более того, интересный нюанс. Еще до того, как Путин своим указом легализовал возможность проведения выборов, а там ведь военное положение, да, уже до этого там велась полная подготовка. Уже до этого туда приезжала Элла Памфилова, руководитель ЦИКа российского. Уже еще год назад в сентябре писали, в прошлом сентябре, писали о том, что выборы состоятся в этом сентябре. Еще в конце апреля, 27 апреля, кажется, Кушилин заявил, что он будет, это, ну, кто не знает, руководитель так называемой ДНР нынешний, да, что он будет принимать участие в выборах главы республики. То есть все уже было решено и все было понятно. Поэтому, скажем, никакой сенсации в данном случае уже нет. Просто эти решения, которые давно кем-то приняты, ну, мы понимаем, кем, да, в Кремле, они просто сейчас легализируются, формализируются, ну, и как бы представляются народу. То есть делается старт фактически этой, если это можно так назвать, избирательной кампании. Сергей Анатольевич, окей, предположим, что все-таки эти незаконные псевдовыборы будут проведены на украинской территории российскими оккупационными властями. Если это произойдет, это каким-то образом отразится, как вы считаете, на той политической поддержке, которую оказывают сегодня страны, со стороны наблюдающие за войной, развязанной Россией против Украины? Я имею в виду, это как-то отразится на том, что будут говорить или на чем будут настаивать западные партнеры относительно дальнейших действий Украины? Ну, давайте говорить откровенно, не все партнеры на Западе западные партнеры, да. И мы можем с вами прогнозировать, что будет говорить тот же товарищ Орбан. Мы можем прогнозировать, что будут говорить, скажем, коллеги Путина из той же Африки, да, которые заинтересованы в сохранении Путина. Тот же Китай, но другие страны, которые заинтересованы фактически в этой войне, либо в сохранении путинского режима, с которым они имеют хорошее отношение. И благодаря, скажем, контактам с Москвой, да, они могут уравновешивать себя во время контактов с тем же Вашингтоном, ну, другими западными странами. То есть они манипулируют своим срединным положением, так сказать. Поэтому для них это может быть аргумент. И мы ведь даже на Западе, на цивилизованном Западе, да, иногда слышим предложение о том, что пусть Крым останется, да, Российской Федерации, там, и вот пусть Крым будет предметом торгов на переговорах. Или мы совсем недавно слышали, ну, из той же Африки, предложение, да, о том, чтобы провести референдумы на оккупированных территориях, и пусть там народ решит, якобы, где он хочет быть. Это абсолютно, ну, нелогично с нашей точки зрения, да, и глупо вообще, потому что территория оккупирована, какой там может быть референдум. И как я, например, житель Донецка, который вынужден был оттуда выехать, в 2014 году, смогу принять участие в референдуме по тому, кому должна принадлежать эта территория, да. То есть здесь для нас все однозначно, но в мире могут быть манипуляции. И очень многим людям на Западе, далеким, скажем, от понимания сути этого конфликта, я могу сказать, ну, вот там же живут люди, они хотят быть с Россией. Почему не дать им провести референдум? Устав ООН, на который тоже, кстати, ссылается Путин, да, говорит о том, что там народы и нации имеют право на самоопределение. Вот давайте дадим им возможность самоопределиться. И никто ведь не будет вникать, что там нет, ну, фактической возможности людям высказывать свое мнение. Никто не будет вникать о том, что люди не могут иметь объективной позиции, если им 9 лет обрабатывает мозги жесткая российская пропаганда. Поэтому, как аргумент, в принципе, это может использоваться, в том числе и на Западе, нашими партнерами и партнерами в кавычках, потому что ситуация меняется, да. Вот сейчас говорят уже об стагнации экономики в Германии. Как это отразится на, скажем, будущих властных процессах в Германии, да. Не придут ли в результате этого к власти, ну, или не увеличат ли свое присутствие во власти какие-то правые организации, которые могут поддерживать Россию, да. То есть мир меняется. И Путин пытается создавать вот такими выборами условия для будущих торгов, для, скажем так, под будущие изменения в мире, которые он, в том числе, через свои средства пропаганды, в том числе и в мире, и на Западе, да, он эти же изменения в мире пытается и формировать. И, ну, часто делают это достаточно успешно, к сожалению. Сергей, давайте поговорим о социальных перспективах Донбасса. Вы возглавляете центр, который занимается исследованиями этих проблем. Скажите, что больше всего в плане будущего Донбасса вас сейчас беспокоит? Какие основные проблемы придется решать после деоккупации украинской территории? Ну, знаете, трудный вопрос, потому что мы не знаем, в каком состоянии будет этот регион после деоккупации, да. В каком состоянии будет Донецк после деоккупации? Он будет выглядеть как Бахмут сегодня, да, или он будет выглядеть все-таки как Донецк, хотя там с разрушениями? Поэтому сейчас говорить очень сложно на эти вопросы. Но меня в первую очередь, да, волнует даже не экономический вопрос. Меня волнуют вопросы, скажем, лояльности местного населения. Меня волнует вопрос лояльности и местного населения, и того населения, которое вернется туда, лояльности друг к другу. То есть смогут ли люди найти взаимопонимание между собой. То есть меня больше волнует вопрос, скажем так, общественного согласия гражданского мира на этой территории, когда она будет освобождена. Над этим нужно уже сегодня работать очень плотно, скажем так. Потому что мы видим, что Россия все больше вовлекает людей в свои политические процессы. Она все больше вовлекает людей на оккупированных территориях, скажем, в реальную реинтеграцию все-таки, в общественные, даже не в политические, а в общественные процессы в Российской Федерации. Люди покупаются, им выплачиваются разные деньги от беженских до так называемого материнского капитала. Людей выманивают в Российскую Федерацию, суля там большие зарплаты и все прочее. Студентов, скажем, вывозят и стимулируют к тому, чтобы они ехали работать и поступали ехать в Российскую Федерацию. Все эти процессы очень активно сейчас ведутся. Еще раз, Путин активно готовится, скажем, к переговорам все-таки. И на этих переговорах ему нужно будет показать, как сегодня Россия постоянно нам говорит, что мы готовы к переговорам, но для этого нужно учесть новую территориальную реальность. Вот потом он будет нам рассказывать о новой и политической реальности, и общественно-политической реальности. Он ее сегодня создает. Поэтому это будут достаточно, скажем, болезненные вопросы, которые нам придется решать, но они решаемые, к счастью. И много мировой опыт говорит о том, что все можно решить при желании. Главное мудрость и, я бы сказал так, понимание проблем людей. Очень важно понимать, да? И задавать себе вопрос, почему люди ведут себя так или иначе, что влияет на их мотивацию и их поступки. Целый комплекс проблем существует сейчас, и будут они после деоккупации. Спасибо вам, что вы занимаетесь изучением этой проблемы и готовите почву для того, чтобы все украинские земли, и украинские люди вернулись на родину. Спасибо вам еще раз. Сергей Гарма, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Благодарим.